Ростовский пол Это порт, который будет всегда Здравствуйте, дорогие друзья В эфире программа «Донская волна» Ее автор и ведущий Михаил Баланов, то есть я Конечно же в студии у нас гости Но, как всегда в начале, о главном А главное для нашей программы Это международный телевизионный музыкальный конкурс «Донская волна» На конкурсе полным ходом идет подготовка к вручению знаков отличия конкурса Это дипломы, дипломы лауреатов Дипломы лауреатов первой, второй, третьей степени И диплом гран-при А сегодня я продолжаю, как я и говорил и обещал Знакомить вас с победителями пятого конкурса «Донская волна» И у нас в студии сегодня замечательные артисты Очень серьезные молодые люди Это победители, лауреаты первой премии В номинации «Самый сложный, интересный, эстрадный вокал» В возрасте от 4 до 8 лет Это у нас Вероника Пасько Улыбка И Евгений Дороган Они заслужили еще и звание мистера и миссис обаяния Сегодня у нас в студии и группа поддержки Которая преодолевая все препятствия Вела этих молодых людей к победе Это фан-клубы наших артистов Преподаватели Вероника Ольга Ивановна Мунтиан Она частый гость в нашей студии Потому что у нее очень много победителей нашего конкурса Она вот умеет воспитывать И Булочкина Ирина Владимировна Это преподаватель Евгения Дорогана Вокалиста И я представлю тех людей Которые все время находились с нашими замечательными конкурсантами И помогали им добиться победы Это, конечно, родители Евгений Евгеньевич, Инна Сергеевна И Евгений Николаевич, дедушка Он был на передаче И сказал, что Вероника вся в него Это семейство Пасько Поаплодируем Семья Дороган Елена Николаевна Естественно, мама Леонид Николаевич, папа И Ирина Леодидовна Это сестра Евгения Нашей знаменитости И она тоже будет, как сказали родители Принимать участие в следующем конкурсе И я надеюсь, тоже очень хорошо выступит И я хотел бы пригласить на сцену Веронику Пасько С тем, чтобы она спела Для всех наших телезрителей Для Миллионной Армии Композицию, с которой она добилась победы На нашем конкурсе Шел по лесу музыкант Трогая березы Надки на ладони ему Подали, как слезы Он их вместе собирал Собирал любую И тихонько напевал Песенку лесную Детел песню так стучал На огромной ели Даже волк ее ворчал Слушая метели Слышал каждый в ней свое Что ему милее С песенкой зимой тепло Летом веселее Тук-тук-тук-тук-тук-тук Ща-ба-да-ба-да-ба-да Тук-тук-тук-тук-тук-тук Ща-ба-да-ба-да-ба-да Тук-тук-тук-тук-тук-тук Ща-ба-да-ба-да-ба-да Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук Ща-ба-да-ба-да-ба-да Повторял ее родник По камням сбегая В сердце лез салтаник С песенкой играя Ее знают все цветы Вечер над лугами Повторяя ее и ты Хором вместе с нами Мими-до, мими-до Сол-сол-а, соль-фа-ми-ре Субтитры делал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok мы их не разрешаем им в следующем году выступать, потому что они уже заняли первое место. И через год они только смогут выступать, дать дорогу таким же юным талантам, не создавать такой конкуренции. Конечно, мы будем думать над тем, чтобы они принимали участие, все-таки на сцене были, показывали, как надо выступать новым конкурсантам. В финалах будут они выступать. Они у нас на прицеле, на примете, конечно. Вот эти очень талантливые дети. А Женя выход есть. Вот он спел вот эту песню, и я думаю, что с такой песней он может выступить в номинации «Шансон». Там у нас компания. Ну, действительно, это так. И не исключено, что он там первое место займет. У нас там ребята лет по 50, по 60, и Женя таким выйдет хорошо, пятнышком свежим. Но я хотел бы, дорогие друзья, сказать еще о том, что у нас еще одна девочка заняла первое место. Это Сабина Абачараева. Она, к сожалению, у нее температура очень расстроена, и семья расстроена. У нее температура сегодня больше 39,9, и она заболела ангиной, к сожалению. Но, тем не менее, мы передаем от имени ребят, которые ее знают по конкурсу, и с ней в передачах участвовали, от имени родителей, которые понимают все эти ситуации, когда ребенок заболевает, ей привет. Пожелание наибольшего выздоровления. А мы все-таки посмотрим ее выступление на конкурсе «Донская волна». В просторном зале тишина, Пожелание наибольшего выздоровления. Пожелание наибольшего выздоровления. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ВОКализм. Вот скажите, пожалуйста, вы, ваши дети добились успехов. Скажите, что на ваш взгляд нужно делать родителям в семье, чтобы раскрыть способность и талант ребенка? Что нужно делать? Пожалуйста, ну может быть мы... Ольга Ивановна, как Вы считаете? Ну, я считаю, когда ребенок начинает заниматься с очень раннего возраста, вот как сказала Вероника, с 4 лет, мама ее привела, она очень маленькая была. Конечно, огромная доля помощи – это помощь родителей. Вот помощь педагогу просто без родителей, я считаю, обойтись невозможно. У меня на уроках сидят, обязательно, на всех уроках сидят родители. И это в дальнейшем потом, это занятие дома, это то, что я говорю. Вот это вот важный очень момент, расскажите, что, как надо относиться дома? Ругать ребенка? Ни в коем случае, нет-нет, ну, ругать творчество, занятие творчеством, музыкой, пением, оно никак не связано с отрицательными эмоциями. Ни в коем случае этого не должно быть, только позитивный настрой. Другими какими-то занятиями нужно заниматься? Вот, Веронике, в футбол, в футбольную секцию ходить там или в штанг? Нет, ну, это по силам ребенка. Как по силам? Ну, допустим, вот она сейчас занимается танцами. Я считаю, что это нужно, потому что это обязательно сценично. То есть попутными какими-то занятиями? Конечно, да-да-да. Танцами, потом вот она в музыкальной школе у нас скоро, это сольфеджо, скоро она сядет, я думаю, за фортепиано. Мы будем заниматься дальше. То есть это всестороннее развитие музыкальное должно быть. Коли она собирается стать профессиональной певицей, насколько я слышу каждое занятие, значит, здесь должен быть абсолютно грамотный музыкант расти прежде всего. А родительская помощь, она неоценима. То есть без родителей, я считаю, педагог, ему очень трудно будет, мало что можно сделать, потому что все это повторяется дома, в хорошей форме. Все, что говорится на уроке, все это поддерживается родителям. Ну, дальше костюмы, присутствие на конкурсах, поддержка какая-то, это неоценимая помощь родительская. Хорошо, Ирина Ваше мнение по этому поводу. Что помогать, как семья должна помогать ребенку? Ну, вклад семьи, это неоценим. Прежде всего, конечно, нужно любить своего ребенка, не оставлять без внимания его интересов, отвечать на все его вопросы. И, конечно, поддерживать важно в первую очередь, это как бы рассматривают интересы ребенка родители, к чему он склонен, чем он больше занимается, чем интересуется. И, конечно, никто не знает, как будет происходить обучение, каких результатов ребенок достигнет. Ну, как своется судьба, да? Это да, это в процессе. И даже вот когда детей приводят на занятия, ну, как бы присутствует интонация, присутствует чувство ритма, это уже как бы показатели. Но каких результатов и как скоро они будут, ни я не знаю, ни родители, ни ребенок. Это все как бы в процессе. И вот когда родители, вот как сказала Ольга Ивановна, присутствуют на занятиях, да, это все как бы идет параллельно обучение. То есть дома это закрепляется, ребенку уделяется внимание, они обращают внимание на дикцию, как ребенок говорит. Потому что, как бы мы учим петь, дети в этом возрасте, как правило, всех дикция страдает. Вот Жене, в частности, он занимается всего год, и как бы у него все эти музыкальные данные присутствовали, вот, а с дикцией он очень немнятно говорил. Но сейчас он большие успехи, он очень сценичен. И мама, вот зная все это, обращает внимание, как он говорит, как он дома поет. Мама, как вы считаете, что посоветовать остальным мамам? Я пожелаю родителям уделять больше времени своим детям, потому что это главное. И относиться к ним немножко по-взрослому. Вот вы понимаете, они любят, когда их считают, что они такие же, как их родители. А это главное, это... Без этого, ну, как бы, я считаю, что никак. Вот мы с Евгением общаемся именно так, по-взрослому. А вот папе дайте, пожалуйста, микрофон. Будет тракторист у нас или певец? Ну, если не получится певцом, ну, по своей говорит, да, если, то к себе в милости просим. Прошу продление рона, нам уже, на самом деле, если ты кого-то оставляешь кому-то. С моей точки зрения, ребёнку надо не внушить, а как бы дать возможность уверенно себя чувствовать. Когда Вероника приходит, ну, к нам приезжает, мы с ней поём, я стараюсь выслушать её и дать уверенность, чтобы не, ну, не убить этот момент вот именно вот этого вот творческого момента. Наверное, каждый родитель должен понимать, несмотря на то, что дети, это, конечно, наше продолжение, и это опора наша в будущее, тем не менее, мы растим и будущих граждан, да, будущих профессионалов какой-то определённой деятельности. Поэтому мне кажется важным как можно раньше заметить способности, как можно раньше направить их в нужное русло, найти хорошего педагога, чтобы ребёнку, ведь ему будет комфортно и по жизни в той области, где он будет чувствовать себя уверенно, комфортно, где он будет себя чувствовать профессионально. Поэтому, имея, скажем, начальное музыкальное образование, это помогло мне услышать задатки, своего ребёнка. Ну и, конечно, найти и ещё раз вернуться к Ольге Ивановне, не просто как бывшая её ученица, а уже как педагог Вероники. И я очень рада, что Ольга Ивановна нам протянула руку помощи так рано, 4 года. Хотя, конечно, когда мы переступили порог, она сказала, какая она маленькая. Но я думаю, что у них получается очень хорошо. И для Вероники, это лучший педагог, она очень скучает, когда она болеет, и когда не получается встретиться. Но мы стараемся поддержать. Всё-таки я очень хочу, чтобы хотя бы по кусочку своей новой песни наши замечательные гости юные сегодня вам спели. И на этом мы с вами попрощаемся. А я пойду за пульт и буду им ассистировать. Итак, новые песни наших героев. Въехать! Знает каждый, что не струсь, я никогда ковбой. Очень смелые ребята, знает их любой. Вот и я от всех не строю встретиться, хочу с ковбой, жду тебя, хэллоу, ковбой. Вот и я от всех не строю встретиться, хочу с ковбой, жду тебя, хэллоу, ковбой. А ковбой, а ковбой, все отношные герои. Любят девушек прекрасных, любят лошадей, и дела у них ойки. Любят девушек прекрасных, любят лошадей, и дела у них ойки. Ты ковбой веселый, смелый, приезжай ко мне. Мы вонхуй с тобой промчимся на лихугане. Вот девчонки удивятся им ковбой, только снятся, приезжай ковбой ко мне. Вот девчонки удивятся им ковбой, только снятся, приезжай ковбой ко мне. АПЛОДИСМЕНТЫ Топает, мол, смешленый по дорожке Синет его малюсенькие ножки И, наверное, очень-очень нелегкий Эти первые шаги Ты подрастай, малыш Иди вперед и пышь Все будет хорошо Давай, давай, еще Откроет мама дверь Ты в силы, ты в поверь Твой звездный час пробьет Давай, давай, вперед! Первые и первые слова и песни Эти, что для пары с мамонет чудесней И под музыку движение Первый раз Ты танцуй, малыш, сейчас Ты подрастай, малыш Иди вперед, пышь Все будет хорошо Давай, давай, еще Откроет мама дверь Ты в силы, ты в поверь Твой звездный час пробьет Давай, давай, вперед! Пару-пару-пару-пару-пару-рам Пару-пару-пару-пару-пару-пару-пару-рам, Пару-пару-пару-рам, Пару-рам, Пару-рам. Что-то делаем, когда-то мы впервые, И тем более малышки озерные. Желтые на стену самый первый раз Ты сейчас издаля нас. Ты подрастай, малыш, Иди вперед, крепишь, Все будет хорошо. Давай, давай еще Откроет мама дверь, Из силы ты поверь, Твой звездный час пробьет. Давай, давай, вперед! Давай, давай, вперед! Компания «Даймекс» доставит ваши документы от 24 до 48 часов в крупнейшие города Российской Федерации, а от 48 часов в города с всего мира. «Даймекс» предлагает несколько видов упаковки. «Даймекс» доставит ваши документы и посылки в кратчайшие сроки. Широкий выбор дисков о Донском крае, песни донских казаков в DVD и CD форматах, а также программы о святынях православия Дона, программы о жизни и творчестве Антона Павловича Чехова, театральные постановки в телевизионной версии, выступления коллективов на зональных турах Международного фестиваля казачьей культуры «Покрова на Дону» и хит-парады «Радио Казачий Дон» в CD формате, книги-песенники, календари. Теперь вы можете приобрести в Ростове-на-Дону в торговом центре «Континенталь». Продолжение следует...